Завершение строительства школы в поселке Красное вновь стал предметом депутатского контроля. Парламентарии окружного собрания выехали в национальный поселок, чтобы на месте оценить объем выполненных работ и то, что еще предстоит сделать на объекте долгостроя. Школу в поселке Красное должны были сдать еще осенью 2014 года. Спустя два года она по-прежнему не способна принять учеников. Работы идут с огромнейшим отставанием от графика, поэтому строительство объекта под парламентский контроль взяли депутаты окружного собрания. Приезжали в пятницу на той неделе и представитель подрядчика говорил, что необходимо какие-то сделать работы. То есть мы поэтапно хотим отследить, чтобы быстрее это здание было сдано в эксплуатацию. На той неделе они предполагали, что будет в течение недели сделан лифт, отремонтирован здание спортзала и сданы документы в электростанцию по согласованию. За неделю с момента прошлого приезда депутатов на объекте видимых изменений нет. Рабочие только покрасили стрены спортзала, зашпаклевали потолок и привезли лифт. Осталось еще множество работ, которые необходимо выполнить в летний период, пока не начались дожди. Значит, работы еще на территории не выполнены. Есть еще ряд вопросов по озеленению, которое также не в полном объеме выполнено. Его надо выполнять в летний период, естественно. Это первое. Второе, значит, закончить косметику, которая касается внутри здания, полностью все сделать, отмыть, как говорится. Ну, то есть привезти в состояние. Ну, вот такие вот мелкие, как разбитые там окна, стекла, несколько, как говорится, тоже акты, что называется, вандализмом. Следующая проверка в Красновскую школу депутатами запланирована на начало сентября. До этого момента генеральный подрядчик должен закончить монтаж лифта и выйти на улицу для благоустройства территории. Впрочем, будет ли сделано обещанное – вопрос. Буквально через 10 минут после отъезда нашей съемочной группы с депутатами рабочие покинули объект. Дмитрий Марков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...